Химическая лаборатория Мордовского госуниверситета. На столе перед автором исследования белые плюшкообразные образцы. Это и есть тут самый новый материал – сорбент. Впитывает все, до чего может дотянуться. Если положить его в воду – впитает воду. Если кинуть в нефть – впитает нефть. В начале интервью ученый всыпает сорбент в колбу с водой. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот, то есть мы сейчас налили воды, добавляем, соответственно, своего порошка и эрогеля. Смешали. Видно, что уже сверху, например, уже там слой набух. И сейчас какое-то время будет происходить чеховничку схватывание воды. Сорбент укладывает в самое основание детского подгузника. Именно он удерживает влагу внутри и не дает ей соприкасаться с кожей ребенка. Килограмм заокеанского сорбента стоит примерно 2-2,5 тысячи рублей, а некоторые образцы доходят до 4 тысяч рублей за килограмм. Сорбент, который создал Александр Долганов с учениками, стоит 295 рублей за килограмм. Метод у нас, который мы разработали, такой очень уникальный. Он позволяет сократить время, которое описано в литературе, в 10 раз, например. То, что у нас 3 часа, например, в литературе описано 30 часов. Материал может сломать импортную монополию, которая сейчас оценивается в десятки миллиардов долларов. Еще одна важная деталь. Отечественный сорбент состоит из целлюлозы. Ее делают из древесины, которой в России достаточно. Так что это импортозамещение в чистом виде. Разработка наших ученых позволяет предложить производителям подгузников отечественный сорбент. В основе его лежит органический аэрогель «Биолайф». Данный сорбент может быть использован также в нефтяной промышленности, сельском хозяйстве и садоводстве. Сорбентами лаборатория Александра Долганова занимается с 2018 года. Но настоящий успех пришел только сейчас. Новый материал уже запатентован. Сейчас ученые договариваются с российским производителем подгузников, чтобы заменить импортные сорбенты на российские. На один грамм масса сорбента может сорбироваться до 60-70 грамм воды. И скорость впитывания достигает от 10 до 30 секунд. Сорбент активно впитывает и другие жидкости. Его испытывали на нефти и нефтепродуктах, и он работает. Разливы нефти, например, он поглощает. Нефть потом можно выжать и применить, а сорбент припрятать, потому что материал не теряет своих свойств очень долго. Юлия Парунова, Павел Толобаев. Наши новости.